Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Хроники Ридика, нападение на темную Афину. Находимся мы в жилом отсеке, пытаемся найти для одного из заключенных по имени Дачер Коммуникатор. С помощью него он сможет управлять определенными системами корабля, тем самым облегчая Ридику передвижение. Но нас здесь ждут, они знают, что Ридик на темной Афине, вырубили свет. И где-то в глубине этих темных коридоров нас поджидает засада. Будем продвигаться дальше, темнота для нас не угроза, только они об этом не знают. Так, слушай, там дроид стоит. Да, ее помощник типичный трус, который любит причинять боль другим, как и любой садист. Потому что сам ее никогда не испытывал. Но мы это исправим. Ридик мастер в причинении боли. Темнота, ужас и страх для многих. Для меня же темнота, как дом родной. Посмотрите, какие шикарные виды. Очень атмосферно все сделано. Длинный коридор с включенными мониторами. Различной электроникой смотрится шикарно. Я слышу, кто-то за дверью ходит. Дроид. У этих ребят белые огоньки на масках. И, соответственно, они видят в темноте. У них есть прибор ночного видения, да они еще могут фонарь включить. Нужно быть очень аккуратными. Видите? Как минимум двое. Свет от двух фонарей. И один из них нас зацепил. Снял одну плашку хп. Давайте-ка вернемся. И восполнимся в наномете, пока есть возможность. Противники очень умны, быстры и сообразительны. Играя на максимальном уровне сложности, довожу до сведения тех, кто смотрит мою эту серию впервые. В принципе, для моих постоянных зрителей и подписчиков, я думаю, нет смысла напоминать, каким образом я прохожу игры. Все игры я прохожу на максимальной сложности. У меня хардкорный канал. Никакой казуальшины, никаких упрощений. Только преодоление, только хардкор. Меня тут спрашивали, почему я не использую оружие дроидов? Потому что, ребята, оружие у них не оторвать. Оно интегрировано у них уже в руку, и где-то патрон находится за спиной в определенных контейнерах. Нам придется отрывать у него и пушку, и, собственно говоря, эту ленту патронную. Эту операцию Ридику здесь сделать некогда. Поэтому он стреляет, только подняв дроида. Это не всегда удобно. Тащить он его так же не может. Опасные туннели. Если я не ошибаюсь, сейчас мы выйдем уже на площадку, где были непосредственно стекла, выходящие в космос справа. Слева были туалеты, здесь мы дрались с Лорном. Вон там вдали мигает, видите, вентиляционный люк, в который нам необходимо и попасть. В предыдущей серии мы для Сильверман. Доставили детали, она смогла сделать нам ключ вентиляционный. И сейчас... Опа, смотри, что я вижу. И там еще они... Их там трое, как минимум. Может, даже и больше. Будем периодически отрубать. Вот так-то, чтобы они и стреляли. Там много. У-у-у-у. Да, жесть. Когда дроидов много, не хватает просто скорости перезарядки. Они закрыли, кстати, эти окна. Чтобы свет от звезд не подсвечивал Ридику путь. Смотрите, как темно. Но если бы не его феноменальное зрение, ни черта бы мы здесь не видели. Кстати, да, забыл я здесь взять код Марго, правильно написали в комментариях, что что-то я у него оставил в комнате, вот поэтому я и заглянул. Вот почему полезно читать комментарии других людей, то что не заметил сам, заметит кто-то другой. Идем дальше, где этот коммуникатор находится я совершенно не представляю, но мы до него доберемся. Будьте уверены. Ридик, ты сам себе противоречишь, ты же сказал, живое тело, подчиняющееся командам извне, они уже не живые, они давно уже мертвы. Живое может быть там осталось плоть, и то, снова слово, большинство клеток уже мертво в этих телах. А органы заменили электронные чипы и электронная начинка. Так, вот спрыгивать вниз, а там... И понятно, кто и что может быть. Нанамет нам не нужен. Здесь закрыто, соответственно, только вперед. Что я вижу здесь по плану? Ну, коммуникационный узел должен быть где-то поблизости. Через один длинный туннель. Вот я вижу, там куча дроидов опять ходит, вот это мне не нравится. Здесь нужно сделать все очень и очень осторожно и внимательно. Когда они в больших количествах... Тихо-тихо-тихо... Они идут, кстати, сюда. По-моему, меня заметили. Одного становите, так... Пристрелили второй. Да, идут сюда, смотрите-ка. Аккуратно. Спокойно. Главное – спокойствие. Так, он ушел. Блин, опасные ребята. Как они меня заметят, не понимаю. Полный тьмаж. Ими управляет оператор, скорее всего. И то, что один отключился, было замечено всеми остальными. Там реально много, я вижу минимум троих. Я думаю, что их там больше. Самое хреновое, что у них есть фонари, да они еще, к тому же, и в темноте видят. Сейчас я за ними послежу, посмотрю, каким образом можно ликвидировать. Как они ходят, как они передвигаются. Нужно знать свою жертву досконально, прежде чем нанести удар. Боюсь дальше продвигаться. Идет один, но сворачивает. Насколько далеко они могут фонарями просветить – вот в чем вопрос. Здесь есть, кстати, закуток. Можно было отсюда за ними следить, так даже будет проще. Выбрать момент и по одному их вырубить. Что ж, сейчас будем стараться пытаться это сделать. Так, один идет сюда, но вряд ли он сумеет меня высветить здесь. С угла. В чем опасность? Почему я не стреляю? Потому что, повторяю, ими управляют операторы. Слышали разговоры, которые они вели между собой? Это не дроиды переговариваются, а операторы – люди, которые ими управляют. Вон один идет, смотрите-ка. И если сейчас я одного вырублю, остальные прибегут сюда сразу же. Смотрите, что же случилось. Тихо, тихо, меня заметили, по-моему. Вот эти хрюкающие звуки – не к добру. Тихо, 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 тихо. И они идут сюда, вроде бы. Максимально назад. Посмотрим за их реакцией Что будут делать остальные Они идут, кстати, с выключенными фонарями Вон Идет сюда проверять Надо вырубать, что-то с ними делать Так, двое готовы Но там их было трое, где еще-то один А вон и последний, сейчас он заметит трупы И поднимет тревогу Подпустим чуть поближе И вырубим Винток Там еще ходят, видите, фонари Я же говорил, что их здесь больше Блин, там двое Пригнал не промахнуться Отлично Еще минус два Заклинили, по крайней мере И вижу еще одного Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Я просто не знаю, сколько их точно осталось Здесь даже один вас может пришить Спокойно, с одной очереди Точно и пущенный в голову По-моему, он остался один Далеко Снаряд рассеивается Вот этот вот Из разрядника И Не попадает Нужно чуть ближе подойти Но это опасно Они вырубили свет И сами фактически себе выкопали Яму Потому что, ну Откуда они знают, что Ритик прекрасно видит в темноте Они-то думали, что это будет для него Наоборот Препятствие Если андроида в темноте и видит А он не видит А получилось? Все наоборот Отлично Попал я по нему Не бегу Потому что, возможно, там есть еще ребята Которые меня заметят Покойся с миром Теперь уже окончательно Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Вроде бы нет Но их здесь было, наверное, 6 или 7 Точно я не считал Самое главное, что они видят прекрасно в темноте Вот что меня удручает Пропустили карточку Наградная карточка Стоуней Мэйсон 325 тысяч предлагают за этого улыбчивого парня Если мы его поймаем Нам вот сюда нужно Ридику опять необходимо добраться до вентиляционного отверстия Все двери заблокированы Но у нас есть ключ от вентиляции Ради которого мы потратили массу времени Ища детали для Сильвермана И теперь свободно Можем перемещаться по кораблю Теперь для нас закрытые двери не преграда Под загрузка следующей локации И время восстановить нашатавшиеся нервишки Снова собрались Никакого расслабона Здесь у нас тупик Продолжение следует... Оператор занимается какую-то херню в этом андроиде Захотелось убить его красиво Какой-то же хрень плетет Тра-ля-ля Тра-та-та Мы везем с собой кота Ну, я не буду убирать тело Потому что здесь темно Если его найдут Если у них есть прибор ночного видения Или фонари Они в любом случае его найдут Так, аккуратно Аккуратно Там ходят еще андроиды Мне это все дело не нравится Интересно, там один или нет Хороший вопрос Так, он походу что-то заметил Надо отойти подальше Да, он идет сюда проверить Кто вырубил свет Тактов нет Сейчас у тебя будет контакт со мной Лови Он один был или нет? Нет, он был не один Тихо-тихо, ребята Покухаем Ну, теперь Блин, а теперь этот завел Теперь все хорошо Вот сейчас бы я выскочил на него И второй бы меня тут же пришил Потому что он в темноте и видел О чем я и говорил Вот игре осторожность Играет огромную роль Нельзя ломиться вперед Если вы видите, что Ох, сейчас я там О, всех нагну Только скрытность Только Такое вот незаметное прохождение Может позволить вам выжить Тем более на максимальном уровне сложности Внимательность Осторожность И планомерное выпиливание врагов Вот здесь настоящий стелс Обожаю такие моменты Побежишь вперед, труп Только исключительно зависит все от Того, насколько вы Терпеливы Смотрите, какие виды Где-то под нами Бездонный Бесконечный Космос Триллионы миров Каждый вот из этих вот точек Это может быть целая звездная система С гигантским солнцем Гораздо больше, чем наши И все это находится в гармонии Нет никакого хаоса Все это управляется Такое ощущение, что Одним гигантским Центральным процессором Только где он находится Как он выглядит Я бы хотел бы посмотреть Ну, лично мое мнение Я думаю Может быть многие не согласятся Что Ну, бог это и есть Сама вселенная Энергия, способная создавать Целые миры Буквально из простейших частиц То есть и мы являемся Наша планета Частью Этого гигантского организма Но это мое мнение Может быть кто-то согласится Может быть кто-то нет По крайней мере я так это ощущаю Куда идти я не знаю Здесь две двери Проверим обе Кто выключил свет Мне не нравится фраза О, смотрите-ка Так это у нас Это у нас кто-то из членов экипажа Так, и мы пришли туда Куда нам и нужно Вроде бы Да, это станция связи А вот и коммуникатор, кстати И с помощью вот этих вот терминалов связи Мы сможем С ним связаться И он нам поможет В нужный момент Например Сможет остановить вот такие вот Части корабля Как Вентиляторы Что у нас здесь, смотри-ка О, о Вы поглядите Помните мы взяли карточку Не далее как, наверное, 10-15 минут назад В комнате Марго Это был кот И вот здесь вот лежал его дробовик Правда патронов всего у нас 8 Но тем не менее у нас есть оружие огнестрельное Это уже хорошо Не всегда можно с помощью танквилизатора Разобраться вот этого электрошокера Поэтому дробовик будет не лишним Ну не зря, по крайней мере, мы взяли его карточку Спасибо тому, кто заметил, что я ее пропустил Чего у нас здесь такое? Свет, естественно, мы вырубим А, здесь у нас еще одна Наградная карточка Джонни 25 тысяч за него предлагают Еще один преступник Разыскиваемый В межгалактических масштабах Ну что, теперь нам нужно вернуться к дачуру Отдать ему коммуникатор И Послушать, что он нам скажет Каким образом он сможет нам теперь помочь Я думаю, что как-то можно быстрее вернуться Чем вот тем путем, который мы сюда Пришли Без зрения Ридика здесь вообще полная темнота А вот Смотрите-ка Здесь есть выход сразу непосредственно Вот в этот вот Центральный терминал В зал И дальше находится как раз отсек с заключенными Эта дверь просто была раньше закрыта А так мы вышли изнутри И она, соответственно, открылась Отлично Вот таким вот макаром мы быстро вернулись Здесь в прошлой серии мы Укокошили где-то двух Андроидов Запихнули их В подполье Их тела должны до сих пор валяться там Вроде бы я больше никого не наблюдаю Дополнительную охрану они сюда не привели Это радует Дополнительную охрану Дополнительную охрану Джонс по-прежнему валяется Видать, ему снотворного вкатили больше всего Больше, чем сталин заключенным Потому что все проснулись Кроме Джонса Держи свой коммуникатор Дачер Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну все понятно Сейчас нам необходимо добраться до любого из коммуникаторов Вот этой вот связи До станции связи И связаться с дачером С помощью этой станции связи Он нам поможет Я даже знаю, куда нам необходимо идти Помните тот вентилятор, который крутился Я же говорил, что он такие объекты может Остановить Наоборот, заставить их работать Нам нужно связаться от терминала Дальше он заблокирует вентилятор И мы сможем спрыгнуть вниз Вроде бы здесь нужно было зайти Да Иду очень аккуратно Не бегу, потому что Охрана может снова сюда уже завалиться Писковать нельзя Да, вот это тут вентилятор И вот Она станция связи Давайте свяжемся с дачером Что ты нуждаешь, Редак? Смейтенция, фэм Дисаблый Хорошо, ждем Ну, вот он нам помог Гениальная фраза Лучший способ уйти от проблемы решить ее Вот проблемы не всегда Очень легко решаются Помог он нам, отключил вентилятор И сейчас спускаемся вниз Поехали Need to create a distraction Мистер Дибрид Сагара-прайм, да? Нет, гамма Да, колонист план Ты знаешь, троп Сделать канон, взять от сателлитет И гаспорт Это легко Да, колонисты всегда легко Стал рисковать Убил обоих Если бы они отсюда ушли Пришлось бы за ними уже охотиться внизу Так, что у нас здесь с освещением? Мы пробуем вырубить Есть там кто? Опа Смотрите Давайте разберемся с ними С ним 1.1 Это не просто матрос У него броня Весьма неплохая, кстати Такой офицер Но и он Не устоял перед Смертоносным обаянием Ридика Хотя я мог его в принципе Электрошокером вырубить А потом добить Но хотел рукопашной схватки Я ее и получил Что ж, предлагаю на этом моменте закончить Как говорится Самое интересное впереди У нас еще один сеанс связи с датчером будет Но это уже все будет в следующей серии Надеюсь, что данное прохождение вам нравится Не забывайте поставить лайк, если это так Ну и конечно же подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Оставляйте под видео свои комментарии На этом все С вами был Крестоносец Увидимся в следующих эпизодах Приключений Ридика Всем удачи И до новых встреч Пока